Девушки отдыхают В принципе, исследователи с международного космического корабля, которые обнаруживают жизнь на Марсе. Правда, они еще не подозревают, какие события повлечут за собой их открытие. В картине, помимо известных американских актеров Джейка Джилленхолла и Райана Рейнольдса, снялась и молодая российская актриса Ольга Дыховичная. Безопасно ли находить в космосе жизнь, узнаем уже сегодня в кино. Что с моим братом? Так это Ли Чендлер? Я не понимаю, что именно. Я не могу быть его опекуном. Ваш брат оставил средства на содержание сына. Я думаю, он хотел, чтобы вы переехали. Переехал? Куда? Сюда? Я так понял, что вы будете проводить здесь много времени. А ведь теперь на плечи главного героя ложится большая ответственность. Ему придется стать отцом для своего племянника. И надо сказать, что Кейси Аффлек со своей задачей справился. Доказательство этому свеженький Оскар. Еще одна высшая награда фильма за лучший сценарий. И досталась на сценаристу, он же режиссер, Кеннету Лонергану. Кстати, в 2014 году сценарий фильма был в списке лучших нереализованных проектов года. На наше счастье за работу все же взялись. Кстати, «Манчестер у моря» — это полное название одного из американских городков, где проходила часть съемок. Насколько живописной она вышла, узнаем в кино. А вот это уже сложная задача, тем более если ты привлекательная молодая девушка, блистательно сыгранная Руни Марой. Ее героиня находится в психиатрической больнице так долго, что все забыли, из-за чего она там оказалась. Однако нового главного врача интересует ее история, и он находит дневник, в котором Розанна описывала всю свою жизнь. Режиссер картины шестикратный номинант на премию «Оскар» сумел собрать сильный актерский состав в картине, в виде Тео Джеймса, Ванессы Рэдгриф, Эрика Бана. Кстати, сам же и участвовал в написании сценария, который в своей основе имеет одноименное произведение Себастьяна Барри. Насколько удалась экранизация, узнаем в кино. Но свечение не единственная особенность, которой теперь обладают эти ребята. Теперь они сверхсильные и мощные рейнджеры. Да-да, те самые, которых мы когда-то смотрели в виде сериала. Очевидно, кинематографисты решили, что Бэтмена, Супермена, Человека-паука, Железного Человека как-то маловато. В роли рейнджеров снялись начинающие молодые дарования. А вот в помощь им, вернее, в противовес, главная злодейка Элизабет Бэнкс, а еще Брэн Крэнстон. В общем, посмотреть на кого будет, да и спецэффекты порадуют. Так что скорее в кино. Да он весь дом оккупировал. Вы не видите? Он носит костюм. Он как маленький взрослый. Таскает за собой портфель. Что, больше никто не считает, что это, ну, не знаю, слегка ненормально? Ты не расставался с Ягняшкой, пока тебе не исполнилось? Ягняшка тут ни при чем. Поверь, однажды ты полюбишь его всем сердцем. Ни за что. Редко кто может устоять перед очаровательными карапузами. Но этот герой, кажется, не только против, но еще и на грани величайшего открытия. Оказывается, малыш совсем не тот, за кого себя выдает. Более того, он говорит, пьет кофе и почти обзавелся своим бизнесом. Уморительный мульс снят по одноименной книге Марлы Фрази, а главный герой говорят голосами Алика Болдина, Стива Бушами и Лизы Кудроу. Героям, несмотря на всю сложность отношений, придется объединиться, чтобы спасти любовь, которая пытается уничтожить злодей. Как раскрыли взрослую тему в детском кино, узнаем уже сегодня. Большие мультфильмы уже давно рассчитаны на самую широкую возрастную аудиторию. А этот еще и одна из самых ожидаемых премьер сезона. Наверное, в том числе, потому что главного героя озвучивает Федор Бондарчук. Мастер сочетать в себе самые разные амплуа. Вот и мы утром и неси не только будем вас по утрам, делимся полезной информацией, заряжаем позитивом, но еще и рассказываем о самых громких кинопремьерах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова